Здарова! С вами Грани Гика, Паша Сюр, Кирилл Ковязин. Сегодня я позвал Кирилла в Гикварст на Менделеевской, чтобы пообщаться по паре событий. Кирилл победитель гранд-турнира по Малифо в Москве, который проходил на штуке, а после этого съездил в Англию на UK Nationals, где занял далеко не последнее место. И поэтому мы сегодня собрались побеседовать. Кирилл, представься, расскажи, давно ли ты в Хобби, давно ли ты в Малифо, за кого играешь, кто любимый мастер? В Хобби я уже лет 15-20. Играю я, ну начал играть, конечно, с Вархаммера 40 тысяч, с чего же еще? За кого? За космических волков. Замечательные парни, бородатые, в шкурах, в общем, все замечательно. Это была еще где-то четвертая редакция, там, к окончанию ее застал. Вот, потом с перерывами играл в основном в Вархаммер. Вот, и в мае прошлого года мой друг Антон предложил мне поиграть, собственно, в Малифо. Там проходила какая-то кампания, вот, ему нужна была ачивка, там, приведи друга. Это работает! Да, это не просто так! Вот. Это как наркотики, да. Вот вам маленькая коробочка, а дальше началось. Собственно, он играл за гремлинов. Наша первая партия была за Райда против Офелии, по-моему, я играл за Офелию. Если мне память не изменяет. Вот, было довольно мило. Вот, Пьер взрывающийся у бабушки, в общем, все-таки такое. Потом встал выбор, за кого же играть в Малифо, ибо игра мне очень сильно понравилась. Какое-то время, пообщавшись с разными людьми, я решил, что, ну, наверное, ближе всего будет играть за гильдию. Вот, но какой мастер? Посмотрев разные видосики, послушав умных людей, я так и не определился, кем ли все-таки играть. Вот, придя в, собственно, магазин, мне сказали, ну, у нас вот тут есть непонятная коробка с журналистами. Наверное, вот они не очень про убивание, как бы, журналисты. Я сказал, хорошо, заверните. Будем не такими, как все. Да, будем не такими, как все, будем мирной гильдией. К чему все это привело, собственно, много-много игр за Нелли. Вот, и выяснилось, что Нелли не такая безобидная штучка, как казалось на первый взгляд. Журналисты, они все-таки такие, да. С изюминкой. Да. Ну, ладно, давай возвращаемся к нашей теме разговора. По поводу Гранда. Как тебе в целом, Гранд? Настраивался на победу? Тренировался ли? Что запомнилось? В начале года проходило довольно много двухдневных турниров. Вот, изначально идеи именно к Гранду готовиться не было. Вот, он был так анонсирован, чуть попозже даже. Вот, но была идея поездить по разным городам России, посмотреть, как играют люди. Соответственно... Звезды сошлись? Да, звезды сошлись. Мы в феврале съездили с Мамедом, отличным игроком в Ауткаст, кстати. Вот, как бы он не прибеднялся сейчас, в славный город Воронеж. Там мы познакомились со многими оппонентами, с которыми я потом встречался в течение года. Привет, Женя. Вот, Лизард. Это наше все. Вот, сыграли у ребят в Воронеже, по-моему, я там тоже занял какое-то место в тройке, но не суть важна. Главное, что было очень весело и очень познавательно. Лизард мне показал, как играют Вики. Вот, я расстроился и решил, что мне нужно учиться играть дальше. Потом была череда турниров подготовки к, собственно, Гранду. Это были отборочные, так или иначе. Ты по ним прошел бесплатное предложение? Да, там получилось так, что на турнирах, которые проходили от Вани Копылова, мы с Рожденым заняли, собственно... Ну, набрали... Поделили первое место? Да, поделили первое место, да. На турнирах Ильи Кудовенко я, собственно, занял первое место по итогу. Ну, это хорошо. Да. Сам Гранд, что скажешь про него? Ну, наверное, перед Грандом я бы еще упомянул турниры, которые проходили до него, а именно Гродно, на котором я занял почетное десятое место. Это был очень занимательный турнир, пожалуй, первый большой именно турнир, на котором я присутствовал. 38 игроков, если мне память не изменяет. И мне удалось поиграть там со Львом. Питерским. Да, это Питерский игрок за Тентандеров на тот момент. Я не помню, кем он зашел на Нейшнлс, на русских. Вот, но это была очень интересная, запоминающаяся партия. Я сыграл у вас с представителем Одессы, вот, Лазом. Саша показал мне гремлинов. С тех пор у нас есть шутка, что зеленое утро – не доброе утро. Вот, и мы с ним играли уже во второй день, с утра. И, в общем, это было очень познавательно и неприятно. С точки зрения, как бы, выбирания очков, да, и результата. Потому что Саша тогда победил. Я снова встретился с Лизардом, который объяснил, что Вики могут убивать. По-прежнему. Да, по-прежнему могут убивать. Вот, с кем еще. Также были, ну, я бы не сказал, что там были какие-то проходные игры. Это все игры были интересные, все… Там пот был внутри и снаружи. Да, очень было жарко. Это был разгар лета, Гродно, жара. Помещение не очень большое. Соответственно, все вот обливающиеся потом такие вот прям… Потный турнир, короче говоря. Вот внутри, пот снаружи. Да, Владу привет, Влад молодец. Ребятам из Беларуси отдельный… Респект. Да, респект и спасибо за такую организацию, потому что они все это еще грузили. Привозили и так далее. В небольшом городке это сделать сложно. Ребят, пац. Шикарный турнир. Потом был Гранд. От Гранда, как бы, и ожидалось высокого уровня организации. Собственно, ну, по сути, это и получили. Просторное помещение, много столов, много террейна. Много места между столами. Много места между столами, да. Было чем дышать, была возможность сосредоточиться, но все равно пот был как бы именно в играх. Нет, еще хорошо, что это был фестиваль-штука, но обычному обывателю заход туда был воспрещен. Да, это тоже было хорошо. Только познакомиться, только через постель, как говорится, либо за 3000 рублей участника. Да, потому что все-таки очень… На таких мероприятиях, как правило, вот в те небольшие минуты, когда у тебя есть время отдохнуть, ты бросаешь все, идешь отдохнуть, подышать воздухом, подумать вообще о том, что ты сделал не так, что тебе делать потом. Там нет времени вот расслабиться там и прибрать миннички даже. Отдельное спасибо за судейство. Егор обсудил прям вот как молодец. Он разрешал все спорные вопросы. Везде находил как бы именно… Наверное, то, что я слышал, он везде все разрулил с точки зрения правил. Вот это главное было. То есть столы были расставлены замечательно, на мой взгляд. Были претензии у кого-то к очень большому количеству террейна, но это Малифо. Здесь должен быть террейн. Давай к партиям. Что запомнилось, какие партии были интересные, какие-то моменты необычные? На Гранде меня протащили, как это, по топчику. Вот. Первая партия с Яном Штейнбергом. А, прям сразу? Да, ну… Чтоб ты не расслаблялся. На тот момент Ян прочно удерживал второе или… Ну, в общем, место в тройке… В топ-3 рейтинга? Да, топ-3 рейтинга России по Малифо. Вот. И была веселая зажигательная партия Леветику с Портефнелли. Вот. Где рыжая девочка объяснила дедушке, что… Ну, как бы зря он туда пришел. Вот. Ну, дифференциал был не такой большой на самом деле, а все-таки опыт Яна, да, и его умения позволили ему даже в ситуации, когда он не очень знал, что происходит, проявить, как бы, все свои навыки. И до последнего битва шла за очки. Вторая игра была с представителем Сургута Юрием Огневым, который в итоге занял шестое место. Лучший Тентандр, да? Да. С офигенно покрашенной армией. Армия была шикарна. Я снова встретил Шинлонга. Вот тут у меня аукнулся, да, аукнулся Гродно, потому что я играл уже с Шинлонгом в Гродно с Львом. Гродноские флэшбэки пошли. Да, потом пошло, да, вот гуки на деревьях, вот это вот все. А, ну, тематично. Да. Вот, собственно, там я опять-таки показал, наверное, Юрию некоторые фишечки, которые может делать Нелли, вот, и ему не очень понравилось. Я помню, когда я к вам подошел, и Нелли такая, «Мм, снайпер на башенке, пожалуйста, спрыгни вниз!» Второй снайпер на башенке, вслед за ним, да. Ну, что делать? И снайперы немножко ополовинились. Иначе стреляют. Иначе стреляют, да. Потом была игра с Рожденом Тароа, Ражик, как всегда, молодец. Замегая вперед, скажу, что это была не единственная игра с Ражиком. Это как окончание каждого дня гранда было игрой с Ражиком. Один раз Ражик, всегда Ражик. Да. Вот. Рожден, ну, один из сильнейших, наверное, игроков в Москве. Он играет очень вдумчиво, очень просчитывает свои действия. И с ним всегда очень сложно играть. Два раза увидеть его на гранде, это было, ну, довольно... Жестко. Жестко, да, для меня. Была одна игра с Дмитрием Ершовым. Вот. Дима решил, что не хочет играть в Зеркало. То есть Нелли на Нелли не хочет? И в итоге он выбрал Хоффмана. Ну, схем пул, видимо, сложился как-то больше в сторону Нелли. Вот. Но, опять-таки, Дима, это, наверное, лучший гильдей из Москвы. То есть ты лучшая Нелли в Москве, а он лучший гильдей из. Ну, его Нелли тоже неприятная. Она у него своеобразна. Вот, три ребята, с которыми мы играем часто, говорят, что Нелли, Дима и моя Нелли, это немножко разные Нелли. Вот. Не знаю, в чем разница, но им виднее. Вот. И была, конечно же, игра в пятом туре с Ваней. Вот. Еее. Ну, чего все ждали. Вот. Это была отличная игра. Ваня решил, что настало время удивлять. А Ваня играл? Ваня играл линчон. Вот. Я ожидал от него Пандоры, либо Зарайды, с которыми я уже играл. Я, в принципе, ожидал, что будет прям все очень неприятно. Линчон тоже было неприятно. Вот. Но там так сложились звезды, что Ваня не зашло. Вот. То есть красный Джокер был всего один у него в колоде в этот раз? Ну, два, да. Ну, два. Нормально. Ну, и последняя игра была опять с Рожденом, и мы с ним тихонечко разошлись по сторонам. В итоге ничья. И победа на Гранде. Победа на Гранде, да, по итогу, как бы, вот подсчета, да. То есть, в принципе, ну, скажем так, разрыв был не очень большой. То есть, там буквально... Нос к носу. Да, да, да. Ну, хорошо. Вот. Что не на нубасах напил-то победу, а что достойно. За победу на Гранде тебя отправляли на UK Nationals в Англию. Да. Давай про это расскажем. Ну, как проходила подготовка к Nationals? Уже к Nationals. Вот ты знал, что ты едешь в Англию представлять Россию-матушку. Как ты это ощущал вообще? Я очень сильно нервничал. Очень много игр было сыграно, потому что, ну, готовиться надо. То есть, ты именно усердно готовился? Как готовиться, да, надо просто играть больше. Здесь, как бы, ну, это не спорт, да, в том плане, что здесь не мышцы качать надо. То есть, нужно просто тупо наигрывать. Вот. Смотреть разные ситуации, запоминать свои ошибки и пытаться их не повторять. Ну, вот, поэтому игры стали более нервными. Вот, возможно, я очень, ну, как бы, чересчур много горел по поводу проигрышей своих, вот, даже в играх, скажем так, дружеских. Вот. Вот, в итоге был еще Russian Nationals, вот, куда я приехал с мыслью, надо просто сыграть уже как-нибудь, вот, просто нужно сыграть, потому что, там, в итоге... Russian Nationals, которое было в Петербурге. Ну, да, это Санкт-Петербург, опять-таки, спасибо ребятам за организацию, это было... Отличная колода у них получилась. Отличная колода, отличный прием. Единственное, конечно, вход через магазин ткани. Это как Нарния. Это хуже Нарнии, потому что вам нужно это знать. Если вы об этом не знаете, вы не найдете магазина. Вот. Ну, это было тоже очень весело. Снайбург, экспириенс. Да, ну, там я, собственно, сыграл две ничьих, два поражения, две победы. Ничьи были с Игорем, с Виктором Сайфером. Игорь, который мельфотарфер. Да. Вот, он мне показал, собственно, классического гамелина, а я не разобрался, что делать с гамелином на интерференции. То есть, ну, своеобразная очень стратегия, плюс это первый день турнира, плюс перед этим дорога до Питера на машине. Я заролен. И сами благоприятные, так сказать. Не, нормально, на самом деле. Подготовка была именно такая, какая она должна была быть на самом деле. Я так считаю. Потому что в Санкт-Петербурге я приехал, я сыграл, я сыграл где-то вот в середине, а то и ниже серединки, получил свои два заветных петушка на палочке, вот, от щедрот панды. Вот. И более-менее успокоился, на самом деле. Ну, потому что мандраж как бы спал, ну, проиграл и проиграл. Все. Далее была уже подготовка именно к Nationals, да, то есть на момент выезда в Питер. Я уже, собственно, практически получил визу, вот, это, конечно, тоже... Да, вопрос, в общем, про визу, как все знают, что в Англии получить визу довольно проблематично. Как ты эту проблему решал? Сбор документов, достаточная сумма на счете, на карте, ну, достаточная для проживания в Великобритании. Плюс места проживания все были зафиксированы, как бы уже проплачены. Поэтому, ну, визу всего давали дольше на две недели почти. То есть был шанс, что не поеду. То есть документы все были, в общем, стандартные, грубо говоря, но... Да, документы довольно стандартные, но сам процесс выдачи визы, сам процесс рассмотрения, он довольно долгий, плюс пришлось туда позвонить еще, вот, напомнить вообще о своем существовании. Ну, это отдельная песня, конечно, тоже добавлял он наверняка. Ну, вот как раз к Питеру уже было понятно, что я все, я еду, потому что виза на руках. Вот, билеты, все остальное было куплено заранее. Итак, Nationals. Давай сначала издалека. Как там организация помещения, воздух, кеда, утра, это все? Да, в первый же день, это была пятница вечер, собственно, ребята написали, что заходите, как только доберетесь, ну, там, может быть, помочь что-то нужно будет, ну, в принципе, познакомиться. Играете, даже, играли ли вы в субботу-воскресенье? Играли мы в субботу-воскресенье, соответственно, в пятницу вечером я уже там, наученный горьким опытом Питера, вот, что играть сразу... Что можно поспать перед играми. И там, собственно, мы встретили Дэйва, Дэйв Браун, это организатор Малифо Нейшнлс, помогал ему Кай, это вот судьи, собственно, Нейшнлс. Были расставлены столы, столы были расставлены на как раз 160 человек, то есть это 80 или 70 столов у них было, уже вот, все расставлено. Большая часть столов, как выяснилось из беседы, это столы Дэйва. То есть у человека нормально так сотня столов своих? Ну, не сотня, но где-то столов 40, наверное, 30, это его столы. Нормально живут в Англии, хорошо. Он, как по его признанию, да, жена говорит, меня скоро выглянет, в том, что гараж весь заставлен коробочками, у него очень интересный подход к столам. Террень стола собирается в одну коробку. То есть у каждого стола своя коробка? Да. Там есть листочек с фотографией стола и истории стола, а также каратенечко по поводу террена, что чем является. Подожди, он выставил заранее террень, сфотографировал, описал бэк этого террена. Да. И подписал, здесь высота такая, из камня, грубо говоря, карт-кавер. Это из дерева, это из солом. Именно так. И вот это заламинировано вот так вот рядом со столом. Это манифик, максимально манифик. Вот, да, это очень понравилось. Таких столов, конечно, было не очень много, вот именно вот таких. Вот, но надо опять-таки отдать должное, что первый, второй стол, которые записывались, игры по первому, второму столу все фиксировались на видео. Первый стол всегда шел в эфир. В стриме? Да, 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 в стриме. И запись, соответственно, шла. И второй стол был в записи. Вот. Выложили? Нет, еще не выложили, должны выложить на следующей неделе. Ну, то есть это будет как раз... Ну, заходите в группу ВКонтакте, я там буду постить по-любому подборочке. Соответственно, теперь помещение. Помещение это, ну, я не знаю, это, наверное, местный бизнес-центр и вот конференц-зал в нем. То есть это здоровое помещение, примерно как кинотеатр небольшой. То есть потолки большие, воздуха много. Да, это здоровое, собственно, здоровое экран. Ну, полотно, да, то есть, собственно, экрана, на котором были, собственно, все паринги, все стендинги, вот это все было. Миссии. Во время игры на нем тихали часики. Ты всегда мог повернуть голову и увидеть, сколько времени осталось. Это прям... Это хорошо. Да, это волшебно. И это было из Bag of Tools, насколько я помню. То есть это прям встроенная какая-то фича там. Соответственно, столы. Столы это вполне себе нормальные столы. То есть достаточное количество террейна, много блоков, какие-то неприятные моменты, да, там, для обоих игроков. Ты играл на столе Дриммера? На столе Дриммера, по-моему, нет, не играл. Не удалось мне. А, нажил из кубиков? Нет, потому что кубики там английские. Жаль. Вот. Далее, собственно, встретились с Георгием Юрчиком, с которым мы познакомились еще на Гранде. Товарищ наш из Латвии. Да. Замечательный парень и отличный игрок. Его поддержка, конечно, на UK Nationals, это единственный русскоговорящий человек, вот, практически среди ста человек. Вот. Ага. Вот ты сказал, что было 160 столов. На 160 игроков 80. А сколько было в итоге? В итоге было 88 игроков. А, ну, почти 90. Да, было много дропов. Жалко, конечно, но 90 тоже круто. Ну, я, честно говоря, не совсем понял, почему были дропы. Ну, дропы и дропы. Так, первый день, 4 игры. Было 4-3 или 4-2? 4-3. А, то есть 7. 7 туров. 4 и 3, то есть это прям... Организм такого не готов. Отдельный вызов, да. Итак, первый тур. Играем с Ресуректом. Ресурект играет Шенцем. Играем мы все, ту же самую интерференцию. Ну, Шеймус это всегда неприятно. Тут еще кучковаться нельзя. И стол такой он более-менее закрытый. То есть очень... Ну, грубо говоря, это кусок катакомб. Вот, а в центре фонтан. Здравствуй, Шеймус. Обождите, перебью. Скажи, вот, в общем, как тебе на английском играть в Малифо? Не употреблять русские сокращения? Жорганизмы нашими, которые ты, возможно, привык. Вот, переходить все на, так сказать, стандарт английский. Тебе было сложно или, в общем, не так проблематично было? В целом, не сложно. Там нужно было запомнить всего лишь, что там позитив-негатив. Но они, как это, плюс-минус тоже понимают. В принципе, игра позволяет играть, как бы, ну, с минимальным знанием английского языка. Вопросы начинаются только при обсуждении террейна, вот, если его нужно обсудить. И в случае каких-то спорных моментов, ну, их, как правило, было крайне мало. Вот. То есть на сцене было в границе? Придежа мало, да. То есть вот за миллиметры, за террейн и так далее, как правило, все довольно дружелюбно и... Френдли. Да, френдли. Ну, какие-то моменты, конечно, приходилось пресекать, либо оппонент мне пресекал, да, то есть потому, что тут не достает, давай перемеряем. Да, ну, вот такое. Ну, это вполне нормальная ситуация. Явление, да. Вот, плюс все уставшие. Ладно, возвращаемся к Шеймусу. Возвращаемся к Шеймусу. Шеймус, опять-таки, не знал, что делать с Нелли. Вот. Он в нее пострелял пару раз, но, как бы, не убил. Ну, а как он ее может убить, когда у него минималка 4? Вот. В общем, игра была такая, больше позиционная. Я там врывался куда-то. Он мне пытался контрить все Шеймусом, самим, вот, какие-то ВП дуэли. В общем, все очень такое. Ну, итог, по-моему, был 7-7. То есть ничья была? Была ничья 7-7, то есть нормально, все молодцы, все все сделали. Ну, итог нулевой. Вот. Ну, хотя бы не слил, уже хорошо. Не слил, это, конечно, обнадежило. Вторая игра, на самом деле, как у нас любят говорить, по донышку прошел. Установка была, пойти по донышку. То есть слить первую, потом всех выиграть? Да, и попытаться потом что-то там урвать. Вторая игра была с Виками. Еее, кто бы мог подумать? Да. Здравствуй, Лизард. Лизард, твои Вики лучше. Вот. Вики были без Марлены Вебстер и довольно стандартные. Из новых моделей был, пожалуй, только Midnight Stalker. Марлена Вебстер, которая девочка на медведей? Да, девочка на медведей, ее не было. Она дает Викам что-то? Она дает неубиваемость одной Вике, вот, а именно мастеру. Вот. Ты ковыряешь мастера, а потом тебе нужно ковырять его еще раз. То есть все вунды переносятся в Марлену? Да, в Марлену, а так как вунд семь, а вундов у Марлены что-то там восемь или девять, то она еще жива остается. Вот. А Вика как бы, ну, Вика фуловая. А, понятно. Это, кстати, Лизард показывает. В итоге, ну, там была Ханна, там был Midnight Stalker, был Ганс, по-моему, но Ганса ничего не сделал. Вот. Не умеют они готовить Ганса. По крайней мере, те, с кем я играл. Следует, оппонент очень сильно нервничал. Вот, когда он ворвался Виками и понял, что он ничего не может сделать. Он занервничал. Он очень сильно занервничал, но, честно, было жалко парням. Просто у него карты групп просто валились, потому что он не ожидал такого. Вот. Счет? Счет, что-то, по-моему, в четыре или пять в мою сторону больше. Я не помню точный счет. Ну, разрыв, короче, чуть-чуть. Разрыв был большой, да, в мою сторону. Ну, в общем, была довольно забавная партия. Третья партия. Кто бы мог подумать, а вот как? Вики. Нет, Тара. Ну, что-то оригинальное. Да. Чуть-чуть за что-то оригинальное. И стол практически полностью вот наш цирк. Наш любимый цирк. Вот. Насколько я помню, Тара у него была тоже довольно стандартная. Там была Сционка, был Талос, был, собственно, ничего себе животное. Карина, одна или две блохи. В общем, инженер, конечно. Куда же без него. Инженеров берут все. Инженеры молодцы. Собственно, я взял какой-то упоротый ростер. То есть я взял свой стандартный. И зачем мне нужно было брать замечательного парня Лон Маршалла, я не знаю. Но я его взял. При том, что там, по-моему, даже паблик демонстрейшн был в пуле. И я как молодец. Или это бы следующая игра была, но я не помню. Ну, в общем, там я отличился на уровне выбора стратегии, да, и схем. Ну, ура. Собственно, играем. Беру вендетту, жури на ничего себе животное. И он яростно начинает спасать и прятать ничего себе животное. А догадываться, что на нем вендетта? Нет. Он просто решил, что животное не должно умереть. То есть здоровая ктулка ввести очков? Да. Не должна умирать. Но в итоге мне таки удалось там какими-то правдами-неправдами выцепить это животное, добить его, сказать, вендетта. Фу. В итоге тоже разрыв был где-то очка в 3-4. Он достаточно приличный, на самом деле, счет. С учетом того, что в ГГ-18 практически не позволяют сделать большой разрыв. Ну, это чисто мое ощущение. В твою же ты выиграл. Да, в мою я выиграл. И так, четвертая игра турнира. Уже мозги дебят? Да, это уже вечер, даже в Англии вечера. У нас тут, ну, не, у нас пораньше, на самом деле. Просто начало было, получается, на 3 часа позже, чем в Москве. Ну, вот, считайте. Это где-то уже часов, наверное, 9 по Москве. И вот мы там начинаем. Только начинаем. Да, и мы только начинаем, потому что, как бы, четвертая игра все-таки. Против меня опять Вики. Вики, на мой взгляд, странные. Вики с Блохами, Вики с Сионкой, Вики с Гансом. В общем, что-то такое дикое с Марленой. Вот. То есть, у тебя в первый день были одни ауткасты и резы. Да, ресурректы и три раза ауткасты. Ауткасты, ресурректы. Да. Нет, там же тары уже. Тары дуальные, да. То есть, прям засилье. Играли довольно в интересную позиционную игру, потому что это был паблик экзекьюшн. Надо убивать. Надо убивать. Ну, насколько я помню, был паблик экзекьюшн, могу путаться. В общем, надо убивать. А там Вики. Мне очень хочется к ним идти. Да, к ним идти не хочется, но они ко мне не особо, как бы, собираются идти. В итоге много скринов. Плюс есть Ганс, который может, в случае чего, и апгрейд отстрелить. И так, в принципе, бьет больно. Ну, в общем, скринимся, прятаемся и всячески пытаемся что-то сделать. Вот. В итоге оппонент приходит ко мне Викой, и вот она должна почаржить. У меня есть одна активация, чтобы с ней что-то сделать, и я не могу ее почаржить. Вот. Я принимаю волевое решение сдать ему журу. Журя приходит и просто встает рядом с Викой. Или здравствуй. Бей меня полностью. Вика такая, ну, я ничего сделать больше не могу, буду убивать, как бы, вот то, что есть. В итоге она тратит свои экшены, журя умирает, ну, что ожидаемо, вываливается корпс-маркер. И Вика попадает, собственно, в мою диплойку, отгорожена от своих моделей. Вот. Где ее встречает вся моя честная компания и мастер-квик, который, собственно, на нее взял вендетту. А корпс-маркер для тебя чем важен? Инвестигаторы. Ага. Один инвестигатор, который говорит, корпс-маркер есть, по пушу модель на 3. В 3 дюймах от маркера, по пушу модель на 3. Все. Отлично, собственно. Наличие Вики в моей диплойке можно убивать. Вика в итоге заканчивается. Я, опять-таки, беру вендетту, беру там еще что-то по схеме. По-моему, я даже там убил ему старшую Вику в итоге. В общем, дальше у оппонента все расклеилось, потому что... А, он еще закопал сционку, не забыл ее выкопать. Это было дважды на этом турнире. Все отлично. Игрок за Тару не выкопал сционку. Игрок за Вик не выкопал сционку. Это местная болезнь. Забыть выкопать сционку. Да, я думаю, в вармашине тоже у нас уходим. Отряд с амбушин, которым должны быть там на второй ход. А, забыли. К пятому ходу. А, у меня был отряд. Вот. У меня была сционка. Вот, да. Была сционка, она не выкопалась. И на этом день как бы был закончен. То есть у тебя 3 победы и 1 ничья. Да. И я неожиданно играю с четвертым местом. По-моему, или с третьим. То есть мы вот там вот. Итогово были вот на данный момент? На тот момент. На тот момент. Вот. В следующий день, мы еще раз. Да, в следующий день. То есть это привет, бессонная ночь. А, то есть у тебя парынг известен как бы в субботу? И ты отправляешься спать, знаешь, что у тебя ты сейчас играешь в топ-5. Ну, то же самое было на Гранде. Ага. Вот. Это когда ты отправляешься спать и знаешь, что твой оппонент с утра Дмитрий Ершов. Такой. Отлично. А тут ты даже не знаешь, кто твой оппонент, потому что, ну, ты знаешь, что он играет за гильдию. Что он в топ-5. Да, и что он в топ-5. Вообще, все отлично. Вот. А, подожди, а ты на момент первого дня? Я, по-моему, был то ли пятый, то ли шестой. Я не помню точно. Может быть, четвертый. А, то есть ты тоже неплох. Ну, я тоже, в принципе, неплох, да, но... Не повиняйся. Но дальше страшно. Вот. И игра за вторым столом. Игра на камеру, то есть, как бы, вот эти вот все варианты типа, а я забыл, а я вот тут вот что-то не то, они как бы уже... Палец бога там подвинуть. Да, да, да. Надеюсь, вы... Не, это все, конечно, я стараюсь, в принципе, без этого всего играть, то есть, ну, как бы... Смысл играть. Да, да, да. То есть, как бы, играть нужно честно, аккуратно и как можно более аккуратно и как можно меньше спорных моментов создавать. То есть, если ты что-то сделал, то оно должно быть очевидно. То есть, что вот ты это мог сделать. Собственно, играем с игроком из Голландии. До этого, по-моему, мне попадались только британцы. И это Соня. Вот так вот, Соня Крит. А стол у нас замечательный. Стол у нас посередине забора. И все? Нет, есть калиточка. Есть возможность обойти, но забор простреливаемый. Сквозь него видно. Он дает софт-кавер для моделей, которые стоят вплотную почти к нему. Есть церковь, есть пара луж, в которых как бы хазард. Все отлично. Можно играть называется. Итак, Соня была довольно, скажем так, каноничная. Подожди, а твой ростер вообще на Нелли как стрельбу какую-нибудь выдает вообще? Мой ростер выдает стрельбу, да. Там со стрельбой все нормально. Но проблема в том, что чтобы стрельбой убивать что-то, это что-то должно быть не в ковре. Ну, максимально не в ковре. Когда есть укрытие, то стрельба в Малифо, ну, опять-таки, на мой взгляд, она начинает очень сильно проседать. Тебе нужно закладывать больше экшенов, в итоге выхлоп меньше. Поэтому я люблю говорить больше от Мелли, а так. Они надежнее. Вот, что называется. Итак, в ростере Сони, собственно, Франциско. В ростере Сони Папа Лока. В ростере Сони Инвестигатор. Вотчер. Что для меня стало неожиданностью доктора Гримву. Вот так вот, на тело. И ребенок Малифо Чайлд. Ну, Малифо Чайлд, понятно, чтобы ставить стенки, сама Сони, понятно, сейчас будет всем жарко, вот, и начнет всех припекать. Устроит ангродное. Да. Но есть нюанс. На тот момент, как бы, я знал, что Сони может класть бласты в двух дюймах от модели. Вот, и для меня, как бы, было вполне логичным, что от этого бласта, который был положен, можно еще два дюйма и еще бласт. Еще два дюйма и еще бласт. Есть их три. Ну да. Итого восемь дюймов. Покрытие. Да, на Палма. Потом мне, конечно, объяснили, что это не так. Но играл я... Первый в двух, остальные... Да, остальные в притирочку. А я играл со сложным вариантом Сони, которая накрывала пол стола. То есть у тебя все ходили в восьми дюймов друг от друга. Нет, они не могли так ходить, поэтому у меня модели умирали. И умирали они довольно быстро. Чуть быстрее, чем я бы того хотел. Но мы тоже не лыком шиты. Франциско Ортега вышел вперед. Вот, примерно... Кто Франциско Ортега? Нет. Я играю без Франциско. Вот, его Франциско Ортега вышел немножко вперед после того, когда он оббафал Сони. Вот, со словами «А, нормально» и «Так сойдет». Это была, собственно, ошибка оппонента, потому что забор-то у нас прозрачный. Мы подошли, положили маркер, забрали к себе Франциско. Вот, и, собственно, Франциско там кончил. Забрали вы его через... В ход оф пресс Франциско пошел почитать газету. А, звенок перерез в забор? Там есть Place. А, Place, а, все проще. Там есть Place, да. То есть, соответственно, он Placeится на маркер, вот, получает три бёрнинга, вот, а дальше его тихонечко все пилят. Ну, опять-таки, с моей стороны были жертвами, попали жертвами всего этого разбора Мастер Квик, оба инвестигатора, в общем, все печально. Но сначала жюря поскорило два раза Showforce, потом дошель подошел, доскорил Showforce, на третье очко получил. Мы контролировали четверти, потому что это было Aours. Вот, где-то мы мешали контролировать четверти. Мы погоняли Соню по Хазарду, вот, что ей очень не понравилось. В итоге, в общем, там с каким-то не очень большим дифом, вот, победа, опять-таки, моя. Но эту игру можно будет посмотреть, опять-таки, в записи, вот, полюбоваться всему этому великолепию. Вот, дальше была шестая игра. Здравствуйте, гремлины. Вот, говорит, все было хорошо и тут на тебе. Вот, гремлины, оппонент выбирает Zipo. Lucas считается одним из лучших игроков Великобритании. Он, насколько я помню, этнический, он поляк, ну, довольно долго живет в Великобритании. Играет он гремлинами, играет он очень вдумчиво и очень, опять-таки, используя, скажем так, незнание оппонента. Вот, механик гремлинский. Потому что всех гремлинов запомнить очень тяжело. Они все маленькие, зеленые. Ты сам кем играешь в этой партии? Я играю все это делаю в Нелли, потому что там один из призов выдавался человек, играющим одним мастером. Петр сейчас, наверное, очень долго смеется. Вот, потому что Нелли была везде. Вот, мы играем, собственно, я беру свой довольно стандартный ростер. Играем что-то тоже там хорошее. А, мой стандартный ростер это Нелли печатный станок. Дашель, Журя, собственно, Квик, два инвестигатора и Таларанский Квиллер. Все предельно просто. И, а, это предыдущие мы играли, это была Tour for War, а не Ours. Потому что мы перебрасывали, как раз поэтому я две модели подводил и мог поскорить. Даже с учетом перевеса оппонента по моделям. Вот, здесь мы играли Cross Hours. Вот, и моя задача была как можно больше напрячь оппонента, чтобы он грудился в центре. Что мне, собственно, удалось. У него много активаций, у меня есть возможность прощелкать активации. Вот, дальше такие вот поползновения влево-вправо. Позиционки очень много. Зип может, как бы, внести хаос в мои ряды, да. То есть, то, что мне нужно более-менее быть в бабле. Но, получается так, что оппонент прощелкивает пару раз возможность поскорить стратегию. Значит, мы с ним вместе скорим сетап на два очка. Вот, в общем, где-то в одно очко мы, собственно, он проигрывает. В конце было, конечно, был момент, когда я готов был взорваться просто. Это когда он закрывает мне Нелли. У меня undercover and dourage. Он закрывает мне Нелли сначала комаром, ставит дымы. Вот, я придумываю способ, как от этого уйти. И он мне вызывает еще и пиглета туда до кучи. Вот, из моего маркера. Вот, не люблю бремлина. Это чрезвычайная первая любовь. Нет, это... Первая боль. Это первая боль, да. И, наверное, зеленое утро, не доброе утро. Вот, соответственно, после этого он мне туда доводит. Еще три ксибели в итоге до кучи. Вот, в общем, все плохо. И он говорит, что пушиться через дымы комара нельзя. Не пушиться, не ходить, ничего. А в итоге? Можно. Что говорят нам правила. Ну, ладно. Как бы... Ты поверил на верочку, решил не пушиться. И я на веру отыграл так, что я все равно вышел, все равно все сделал. Как мне надо было. А, ясно. Это тот самый вариант, когда не мытьем, так катаньем, да. Не пускайте нас так, а мы сделаем, да, по-своему. То есть, соответственно, три ксибели я отпушил там путем укладки маркера. Вот, дальше маркер вылез как раз из пиглета, потому что пиглету дали фасту. Ну, в общем, там много непонятных, непотребных действий. В итоге Лукас был сильно расстроен. Лукас в прошлом году взял турнир мастеров Великобритании. Победив в том числе Джейми. Это, собственно, топ-1 Великобритании. Ты выходишь в финал? Я выхожу в финал. На Джейми. Я играю с Льюисом. Льюис – это топовый гильдиец в Великобритании. И тут мы играем зеркало. Нелли на Нелли. Нелли на Нелли, да. Все здорово, все замечательно. А ваши Нелли на сколько зеркальные? В плане модельного ряда абсолютно нет. Потому что... То есть только Нелли общие? Да, общие только Нелли и печатный станок. Ну, инвестигатор. У него он один, у меня их два. У него есть два гвардсмана. У меня гвардсманов в начале ростера нет. Только если вытвать до Шеля. У него Элисон Дейт с Transparency. У него Фиона Гейдж. У него... Что-то еще было. Ну, мы посмотрим. Ну, в общем, да. Эта игра опять-таки будет в записи. Можно будет все посмотреть. Вот. Апгрейды на Нелли одинаковые. Оба прошелкают активации вот этого, да. Ты иди сел наблюдать. Ты ходи. Нет, ты ходи. Да, да, да. Именно так вот. Да я могу и так целый день. Вот. Все отлично. Собственно, игра была довольно ровно. Ровно до тех пор, пока... Ну, в общем, по ресурсам я начал проседать. Банально. И мне нужно было что-то сделать с этим. Я сделал... Ну, наверное, неправильно только одно. Я взял тейк-приз венерный печатный станок, который стоял сзади. То есть, задней линией его можно было отодвинуть. Чем оппонент, собственно, занимался. А он догадался, да, что... Предыдущий турнир, GT, по-моему, британский, он проиграл как раз тем, что ему сделали тейк-приз венерный печатный станок. Это, как он мне сказал, потом. То есть, у него такие флешбеки... Никогда, никогда я больше этого не сделаю, собственно. Как только он увидел это, он сразу... Опытные игроки учатся на своих ошибках. В итоге получилось, да, именно так, что он мне сделал тейк-приз венер на Мастера Квига. Я сделал... Не сделал тейк-приз венера, но я сделал Шоу Форс. Я делаю Сорж Де Руинс на 3 очка. Он делает кавер-брейкфру на 1 очко. Кстати, если бы он его не сделал, была бы ничья. И, соответственно, он делает 2 раза Плайфор Информейшн. Я делаю только один раз. В итоге 5-4 в его пользу. Это был ваш, по сути, финал? Да, это был финал UK Nations. Собственно, в 1 очко, и ты скатываешься до какого-то? Я скатываюсь до 5-го места. Ну, тоже круто. Из 90 человек, считай. Ну, да, конечно. У меня были потом жестокие флешбеки на тему того, что... Блин, надо было брать другую схему. Надо было бы... За первую схему нормально, хорошо скатался. Не ударил грязь лицом, так сказать. Да, но надо отдать, опять-таки, ну, надо упомянуть, что далее поездка была... Ну, во-первых, место проведения было не сам Лондон, а город Милтон-Мобрио, который находится почти в 90-е или в 100 милях от Лондона. До туда еще нужно было добраться. По правостороннему это движению, да на машине. Ну, это отдельная песня. И когда мы вернулись уже в Лондон, мы зашли в магазин, и так получилось, что я встретил Лукаса. То есть, человек, с которым играли шестой. И я понял, что вот у него тоже такие же флешбеки. Он прям чувак. И полчаса, чувак. Я вот так мог. И вообще, вот-вот-вот так вот мог. Но поиграно, значит, поиграно, да. Ну да. А что скажешь в целом по уровню наших игроков, по соглядке на Европу, вот с английской, так сказать, школой? Я мало что могу сказать. Могу сказать только, что я в нашем стендинге восьмой. В российском. В российском стендинге я восьмой. То есть, есть как минимум семь человек, которые могли там всех дернуть. Ну ладно. Сразу Кирилл молодец. Кириллу спасибо, что пришел и рассказал нам, как все это происходило. В следующем году поедешь? Буду стараться. Тут парни сказали, что они хотят ехать толпой, наказывать Великобританию. Ну круто. А еще большое спасибо ребятам, которые организовали эту теплую встречу. Паша уже выкладывал это. Я был, честно, очень сильно ошарашен, удивлен. И спасибо вам большое, ребята. Да, мы встречали Кирилла с тортиком, шариками. Это было очень круто. Вот. Все, спасибо большое. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что пришел. Спасибо, что рассказал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Камера выключилась. Пока-пока.